Самый важный хадис, без которого нельзя познать суть ислама. Самым важным и известным хадисом в Сунне посланника Аллаха, мир ему, считается хадис Джибриля. В этом хадисе Умар бин Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, описывает один интересный случай. Незнакомый человек пришел к пророку Мухаммаду, мир ему, и задал ему несколько вопросов. Удивительно, но задавая вопросы, незнакомец сам же подтверждал правильность ответов, как будто был осведомлен в отношении этого лучше пророка, мир ему. И только потом Умар узнал от посланника Аллаха, мир ему, что этот незнакомец был ангелом Джибрилем. Таким образом, весь этот разговор, состоявшийся между досточтимым пророком, мир ему, и Джибрилем, нужен был для того, чтобы обучить мусульман религии. Текст хадиса. Сообщается, что Умар, да будет доволен им Аллах, рассказал, «Однажды, когда мы находились в обществе посланника Аллаха, мир ему, к нам неожиданно подошел какой-то человек в ослепительно-белых одеждах с истине-черными волосами, по виду которого нельзя было сказать, что он находится в пути, и которого никто из нас не знал. Он сел напротив пророка, мир ему, так что колени их соприкоснулись, положил руки себе на ноги и сказал, «О, Мухаммад, поведай мне об исламе». Посланник Аллаха, мир ему, сказал, «Суть ислама заключается в том, чтобы ты засвидетельствовал, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад, посланник Аллаха, совершал молитвой, давал закят, соблюдал пост во время месяца Рамадан и совершил хадж к дому, если сумеешь сделать это». Этот человек сказал, «Ты сказал правду». И мы подивились тому, что он задает пророку, мир ему, вопросы и подтверждает правдивость его слов. Потом он сказал, «А теперь поведай мне о вере, иман». Посланник Аллаха, мир ему, сказал, «Суть веры заключается в том, чтобы ты уверовал в Аллаха и в его ангелов, и в его писания, и в его посланников, и в последний день, а также в том, чтобы уверовал ты в предопределенность, как хорошего, так и дурного. И этот человек снова сказал, «Ты сказал правду». Потом он сказал, «Поведай мне о чистосердечии, ихсан». Посланник Аллаха, мир ему, сказал, «Суть чистосердечия в том, чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь его». А если ты его не видишь, то помня о том, что он поистине видит тебя. Потом он сказал, «А теперь поведай мне об этом часе». Посланник Аллаха, мир ему, сказал, «Тот, кого спрашивают о нем, знает не больше, задающего вопрос». Он сказал, «Тогда поведай мне о его признаках». Посланник Аллаха, мир ему, сказал, «Признаком приближения этого часа станет то, что рабыня породит свою госпожу, и то, что ты увидишь, как босые, нагие и неимущие пастухи овец будут стараться превзойти друг друга по высоте своих жилищ». А потом этот человек ушел. Когда же прошло некоторое время, посланник Аллаха, мир ему, спросил, «О, Умар, известно ли тебе, кто задавал эти вопросы?» Я сказал, «Аллах и посланники его знают об этом лучше». Тогда он сказал, «Поистине, это Джибриль, явившийся к вам, чтобы научить вас вашей религии». Слова посланника Аллаха, мир ему, несут в себе огромную мудрость и знания для верующих. И данный хадис не исключение. В нем посланник Аллаха, мир ему, раскрывает простыми и доходчивыми словами суть основных положений ислама. И по сей день многие мусульмане начинают знакомство с религией именно через этот удивительный хадис. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok